Это видео будет от Асилина Аджар. Это причудливое природное образование в Алжире, очень интересное. Продолжение следует... Продолжение следует... С другой стороны, что показывает, словно якобы это древний разрушенный город, который миллион лет, который как будто бы подвергся какой-то попробировке. По официальной версии, ну и даже с логичной точки зрения, конечно, все-таки это причудливая игра природы, следы эрозии, выветривания и следы очень древних геологических процессов. Это движение литосферных плит и разворота пластов, которые были в горизонтальном положении, и их через сотни миллионов лет повернуло вертикально. Согласно официальной версии, если мне память не изменяет, то это место датируется приблизительно 600 миллионов лет. Вот эта вот кора, которая вышла на поверхность, которая развернула из горизонтального положения вертикально, ее датирует приблизительно 600 миллионов лет. Могу ошибаться, да, говорю по памяти. Еще чем интересно это место, в том районе очень интересные наскальные фрески. Называются они петроглифы, это рисунки древних людей. Что интересно, что в центре Сахары, где нет очень мало воды, редко выпадают дожди. Редкие, обильные, сильные, но выпадают очень редко в течение воды. Там обнаружены очень интересные петроглифы, которые показывают и обычных местных населений, там каменного периода, медного века. Но также людей, которые явно не негроидные, не местные расы, а именно европеоидные виды. Судя по колесницам и по их вооружению, например, на медный бронзовый век. Очень странные фрески, странные одежды у женщин, которые совершенно не соответствуют местному населению. И толком непонятно, кто это такие. Как их датировать? Ну, ориентировочно можно датировать примерно медный бронзовый век. Это от 3500 до примерно... Бронзовый век это до 1200-й год до нашей эры. Примерно так. Задали много вопросов, как бы ученые не знают толком, кто это такие. Некоторые высказывают предположение, что это вообще была фальсификация, что якобы тот, кто первый обнаружил эти якобы фетроглифы, сам их и нарисовал. Согласно некоторым ученым, они утверждают, что это фейк. Другие говорят, нет, не фейк, это настоящее. Но это толком неизвестно, поэтому я тоже толком ничего сказать пока не могу. Могу сказать только одно, что эти фетроглифы удивительные. Они показывают не местное население, а каких-то европеоидного типа людей, белых людей, которые пришли, возможно, с Ближнего Востока. Возможно, какие-то люди, часть людей, море. Я не знаю, не можно их определить. Но судя по колесницам, ориентировочно где-то с 2000 по 1200 году до нашей эры. Судя по их колесницам, по их спицам, по их колесам, можно вот так вот было бы определить. Но дело в том, что это Сахара, там очень засушливый рейон. Как они туда добрались, это раз. А во-вторых, где они там воду брали? Вода там есть. И только тогда, когда выпадают очень обильные ливни. А там, в принципе, так воды нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!